Итак, под ваши бурные аплодисменты я вам, художникам слова, представляю человека, который является художником с большой буквы в нашей стране, в Европе, в мире, человека, который не требует дополнительных регалий, чтобы мы называли, потому что он просто крайне известен, Ника Степановича Сафронов, бурные аплодисменты, я приглашаю его. Значит, формат как вам удобнее. Для начала, конечно, хотелось бы услышать от вас, что называется, вступительное вводное слово, тем более, что уже многие здесь присутствующие знают, что в одном из университетов нашей страны вы являетесь почетным профессором, то есть аудитория, университетская аудитория для вас дело знакомое. В данном случае мы... Там какого университета? Ну, насколько я знаю, в Ульяновском. Нет, я там преподаю, там профессор. Тем более профессор. Аплодисменты-то я не слышал. В данном случае будущие и действующие журналисты, люди, с которыми у деятелей культуры складываются очень своеобразные отношения, что нам не безинтересно, почему и как выходить из некоторых щепетильных моментов, ну и еще масса других вопросов, которые, наверное, прозвучат аудиторию в ваш адрес. Чтобы не затягивать, сразу вам слово, опять же, под ваши аплодисменты. Спасибо. Ну, во-первых, приятно видеть такие красивые лица с утра, тем более, когда ты еще не спал. Вот. Я был в Бахрейне у короля, и там познакомился с Мельхановым Пустевым, который попросил меня приехать и сделать здесь выставку под его кураторством. Вот я ночью прилетел из Петербурга. Я встречался с Кензо. Если вы знаете, Кензо Модельер, известный японский, который живет в Париже. И мы встречались с ним на показе моды вчера, и мы попрощались, и я прилетел к вам. Вот. И первая встреча – это у журналистов, который является, может быть, основой всех остальных движений любого человека. У меня был когда-то такой, как бы, премия, которая заключалась в том, что «Кто лучше напишет, тому я подарю картину». Написал я несколько десятков или несколько десятков тысяч статей, но подарил я три картины. Вот. Это первый был Ваня Хлобыстин. Второй был такой, есть Доделев Жень, его жена, писала для одного журнала. Это был очень смешной такой материал. Она взяла у меня интервью и начал, вернее, брать интервью. И в процессе я начал рассказывать, что я родился в Ульяновске, в бараке, который построили немцы для рабочих автозавода. Потом я куда-то убежал, потом я прибежал опять. Она в это время купила книжку для ребенка 10-летнего мальчика и стала ее читать между делом. Про пионеру Вовочку или Петю, который в это время остался без родителей, потом ушел с сыном полка. В это время прибежал Никас, сказал, ну вот, я мечтал быть пиратом, но уехал потом в Одессу, потом поехал в Ростов, потом убежал. В это время сын полка пошел на задание, его поймали немцы, стали казнить, в это время мучить, звезду ему выкололи. В это время прибежал Никас, ну и так далее. И вся эта вот история была, в один часов вечера она уехала, пришла в час и сказала, что интервью будет потом. Интервью было вот, это было хорошее интервью и я настолько был удивлен и смеялся, что мне захотелось вот этому человеку сделать подарок в виде картины. И третье интервью, когда я прочитал, я увидел, что все, что я сказал, было написано четко. Я пригласил этого человека, вручил ему работу, вот, и потом уже, когда Оля, секретарь моя, в разговоре со мной узнала, что это тот самый человек, она показала мне три исправления. Три раза я исправлял бы текст, вот, несколько, ну три дня, скажем. Он меня, правда, стал очень долго мучить, звонить, спросить работы, я его похвалил, он решил, что, значит, все у него там в жизни сложится. Я хотел сказать, что журналистика это очень серьезная профессия, как и любая, в искусстве, в живописи, в любом творчестве или в любой профессии нужно быть высоким профессионалом. И тогда у тебя будет надежда, что твоя карьера будет двигаться. Я никогда не хотел быть известным, я просто хотел быть профессионалом. Мечта у меня была стать пиратом, до этого поваром, до этого садовником, потому что все это было соприкасалось со мной лично. Мы лазили в сады, нас, естественно, ловили или стреляли в нас солью напоследок. Мы бежали на Свиягу, приток Волги, и отмачивали места, где попадала соль. Понятно, куда она попадала, и я говорю, я буду садовником, я буду бесплатно, как Мичурин, выращивать большие яблоки и дарить людям. Ну, а потом я как-то... У нас, когда происходили разные моменты дрызни, свадьбы, дни рождения, несколько бараков собиралось и отмечали, и все это было вкусно, но некрасиво. Я думал, да, буду поваром, я обязательно буду красиво подавать, не понимая, что повар и, скажем, официант разные вещи. В результате я стал даже учиться, как готовить у мамы, она хорошо готовила. И потом я зачитался о пиратах, про капитана Блада, и решил стать моряком, пиратом, и уехал в Одессу, поступил. Через год я понял, что это не совсем мое, и тетка, которая уезжала по контракту в Сибирь, живя в Ростове-на-Дону, предложила пожить до армии у нее. Я понимаю, что я буду жить один, я в большом доме, я согласился с удовольствием, в общем, ушел из училища мореходного и поехал в Ростов и подумал, что я буду делать. Я же ничего не умею. Я вспомнил, что я в школе неплохо рисовал. И с этими школьными рисунками я пришел в грековское училище, показал, все сказали, что это, в общем, детский лепет, он не готов, он не учился в специальной школе. Но один учитель увидел, что я неплохо фантазировал, а до этого я встретил в школьной библиотеке книгу «Озорные рассказы Бальзака» в оформлении Густава Доре. И мне так понравился и Доре, и Бальзак, что я стал иллюстрировать сам, рисовать замки, дворцы, рыцарей, почти вот с этими рисунками, фантазиями. А потом учитель в школе говорил, что вот видите облака, это не просто облака, там им дельфины, слоны, собаки и так далее. Вот надо фантазировать. И вот это все воплощение моего фантазии ему понравилось. И они взяли меня на время, на месяц-два. Я решил доказать, что я могу, и не думал, что я буду художником, но я решил, что я могу стать профессионалом. Я стал совершенствоваться на втором курсе, и уже сокурсник у меня купил мою работу. Потом я ушел в армию, не окончив училище, окончил ее позже, уже после. Я ушел в ракетные войска, но там целая история. Можно присесть? Конечно. В общем, мы приготовили книгу. Эта серия делала «Комсомольская правда. Лучшие художники мира». Я единственный там живой. Там 60 художников. Дали, Магрит, Пикассо. Вот здесь несколько моих направлений. И тот, кто задаст сегодня вопрос, к чему мы все ведем, хороший, интересный вопрос, тот получит книгу. Есть еще у нас приглашение на выставку, которая открывается сегодня у меня. Хазине Государственного музея изобразительных искусств Республики Татарстан. Национальная художественная галерея. Восемь лет я уже делал выставку здесь, но она не была столь успешной, мне казалось. Я вспомнил очень интересную историю, связанную с Казанием. И привезли из Казани Казанской Божьей Матери. И у меня много, естественно, знакомств, связей, которые мне дали, возможно, от патриарха до директора Храма Христа, чтобы попасть без очереди на эту икону. Но я решил, что я должен выстоять. Вообще я постоял часа четыре, понял, что это невозможно. Я решил, что в другой раз я все-таки пройду бесплатно. Без очереди, вернее. Ну и так и не состоялось. Я куда-то улетел. Я приехал в Казань. И тогдашний мэр Казани предложил мне свою помощь, что я бы хотел увидеть здесь. Я сказал, а можно, вот я понимаю, что это сложно увидеть Казанскую Божью Матерь. Говорит, пожалуйста, вот водителя отвезет. Я говорю, ну повезло. Без очереди попаду. Приезжаю в Кремль Казанский, прихожу в эту церковь. Никого нет. Одна бабушка молится, и женщина какая-то убирает пол. И все. Вот такой ажиотаж иногда нагнетают журналисты. Ну это, наверное, хорошо. А вот. Но, в общем, не всегда. Мы сейчас были в Кинзо, и был показ, его все снимали. После того, как закончилось, я думаю, надо с ним фотографировать все-таки, там в Инстаграм дать. Но не подпустили меня к нему. Ну, то есть, не то, что не подпустили, просто рванули все к нему. Мне говорят, Никтос, не спеши. Вы же с ним ужините вдвоем. Давно втроем. С переводчиком. Ну и оказалось, что мы потом спокойно общались, говорили об искусстве, обо всем. Очень интересный человек. Он рассказал, как он приехал в Париж в 60-м каком-то году, в 62-м, в 3-м. И у него не было никаких шансов, возможностей. Он пришел к японцам, которые там продвигались, или пытались состояться. Они сказали, что это невозможно в Париже состояться. Ну, у него были стремления, амбиции, желания. Тем более, он привнес как бы новую волну такую, а-ля Японии, что было не свойственно. Ему сказали, что с этим вообще никому не интересно. Но, тем не менее, он состоялся и сегодня является одним из самых известных дизайнеров моды. Мы так будем время от времени переходить от одного к другому. Я хочу сказать, вот, Рустам Наргалиевич Маниханов, когда пришел на мою выставку в Бахрейне, ему очень понравилась она, ее курировал король. Сегодня он мне предложил как бы не то, чтобы быть придворным художником, но найти возможность там работать. И хочет построить галерею, в которой будет выставляться моя работа, представленная, ну, скажем, галерея Никаса Сафронова. И вот это, наверное, тоже приятно, когда иностранца приглашают и обозначают какими-то очень серьезными такими понятиями, званиями. Вот я сейчас написал его портрет, достаточно большой. Это вот неслучайная картина. Здесь музей Ульяновский. Если вы были в Ульяновске, наверное, это не так сложно. Казани рядом, Ленин. Казани это неотъемлемая часть. И когда нас привели в первом классе в музей, я увидел такую картину голландского художника. Я подумал, я был художником, я бы рисовал так же хорошо, может быть, даже лучше. Через 30 лет или через 35 я увидел во сне эту картину. Я приехал в Ульяновск, стал искать ее, не нашел. Нарисовал в музее вокруг это воспоминание из этого моего сна, этой работы. Вот такие цели тоже Дали наверху Вавилонской башни. Дали говорил совершенствуйтесь, вы никогда не достигнете совершенства, хотя бы приблизитесь. Вот и здесь идут кадры такой подбор разных работ, разных периодов. Вот. Вы знаете, я думаю, что журналисты, пожалуй, единственные, кто создают людей. Убирает людей, ставит людей. и эта профессия очень серьезная, может быть, самая серьезная профессия из всех других профессий. Вчера я рассказывал, общался с одним очень интересным искусствоведом, который будет писать статью искусствоведческую для одного журнала. И мы разговаривали о самой древней профессии. Задали вопрос школьникам, детям, какая самая древняя профессия. вот и называли врачей, называли совершенно разных такие, разные области. Вот строитель и учитель сказал, что самая древняя профессия это учитель. И Вовочка поднимает руку и говорит, Василий Степанович, вы знаете, говорит, ну вот я, конечно, извиняюсь, но вот говорят, что есть женщины, которые не очень с низкой как бы социальной ответственностью, вот что они древние. он говорит, нет, это не совсем так. Они древние, но их кто-то этому же должен был научить. Ведома журналистика относится к таким же областям, которые являются такой же древней профессией, еще ранее, мне кажется, чем учитель. Вот, но вы знаете, конечно, журналистика или журналисты помогли мне состояться как художнику. Я никогда ни у кого не просил, чтобы со мной сделали интервью, но я и редко отказывал. Это были не совсем, может быть, всегда и профессиональные люди в своей области, или так, как я сказал, мне нравилось, но все равно они создавали мне какой-то дополнительный ко мне интерес. Сегодня я, конечно, очистил более половины того, что написано и поставил в нужное и правильное русло, потому что пишут иногда разные, пишут совершенно непонятно, откуда берущие какие-то моменты, но все равно поддержание любого человека от президента до художника, известной личности, это всегда делают журналисты. Часто в журналистике люди относятся к своей профессии очень легковесно, несерьезно. Считают, что можно найти факт, сколько детей у Киркорова и так далее, или что у президента есть ли незаконные дети или еще что-то. Это все какая-то такая мутатинь, которая в общем-то к журналистике мало имеет отношения. Это всего лишь скандальные факты. Ну да, вы свидетель летающей тарелки, и, наверное, это интересно. засвидетельствовать. Но в журналистике есть какая-то все-таки глубина, литература, тем более я скажу, в казанской журналистике она должна быть особенной. Все-таки вот в этом здании, где мы находимся, начинал свою, я бы сказал, творческую деятельность Лев Николаевич Толстой. И это было тоже очень знаково, наверное, или является знаковым моментом, потому что журналист это такой же писатель, который может заинтересовать читателя и заставить его изменить свое мнение. Вот насколько я знаю, что мнение изменений каких-то вот личностей в романе «Война и мир» послужила медсестра, по-моему, которая ухаживала за Львом Николаевичем, которая изменила его вот мироощущения, представления о каких-то моментах в жизни. и это тоже, вот имеет место быть. Поэтому журналист, он сродни художнику с большой буквы. Мы видим, что есть журналисты скандальные, журналисты такие вот как бы услужливые, поддающиеся всем, так сказать, веяниям политики или власти. Есть, наоборот, противоборствующие, ходящие на Болотную площадь. Но это все, скорее всего, такая не серьезная журналистика. Мне кажется, все-таки в журналистике есть харизма, стержень и индивидуальность. И журналист для меня это хороший журналист, это такой Лихачев академик, это такой Сахаров. Серьезные люди в своей области, который занимается профессией и чувствует, что он меняет мир в какую-то сторону, лучше, конечно, в позитивную. И это, наверное, тоже делается за счет журналистов. Вот у меня будет в подарок книга сегодня, кто задаст хороший вопрос. и я уже сказал, приглашение на выставку, которое я надеюсь, что вы все посетите, в конце концов. Вам это тоже необходимо. Нельзя пренебрегать какими-то моментами, которые идут вам в руки. Я, например, знаю, что каждый из нас встречает того единственного для жизни человека, проходит мимо, ударяет плечом, не замечая, вспоминает только об этом потом, что он что-то потерял. Надо не упускать момент. У меня очень много есть золотых карт на фитнес-клуб, фитнес-клуб, штук 50. Мадонна мне давала лично пожизненная карта планета фитнес. И я так один раз сходил. Но когда я плачу за что-то, я всегда это стараюсь использовать. Я всегда стараюсь все-таки, раз я заплатил, вернуть за счет пребывания, нахождения в этом месте или использовать этот момент, чтобы понять, что за это заплачен. Поэтому, наверное, надо вам зайти, посмотреть и порассуждать на тему искусства. Я не думаю, что вам должно быть всем нравится все. Это, наверное, редкое исключение. Но если одна-две работы вам понравятся, значит, все-таки я делаю что-то очень, наверное, нужное и интересное для зрителя. Вот. Давайте перейдем. Ну, все слышали, да, что молодой человек с желтой маечки. Вот он с желтой маечки, он как раз действующий журналист. Извините. Добрый день, меня зовут Олег, газета «Бизнес онлайн». Хотелось вас поинтересоваться по какому поводу. У вас есть серия портретов сильных мира сего. Вот по какому принципу вы отбираете кого вы будете рисовать и есть ли среди них портреты татарстанских чиновников? Молодец. Ну, вы знаете, я с удовольствием хочу сделать президента Татарстана. Вот тоже для меня все-таки Меньханов такой человек интересный. Мы с ним общались, как я сказал, в Бахрейне, и он меня заинтересовал своей харизмой и своей личностью. Наверное, есть какие-то... Тургенев сказал, что каждого русского по три найдешь татарина. так что, наверное, у меня много таких отсюда взятых людей, взятых из России, связанных с этим регионом. Ну, так вот, явно, наверное, наверное, есть. Вы знаете, как-то иногда люди не хотят, чтобы... они пишут это или заказывают для семьи, для дома, и не хотят, чтобы об этом, может быть, знали, а иногда с удовольствием об этом говорят. например, Рустем, он попросил фотографию со мной для Инстаграма и выложил тут же. Ему это вот спокойно, приятно, он отмечает, ведет свою страничку, и он незакрытый человек, что его выделяет и подчеркивает в позитивной как бы такой стороны. А некоторые люди не хотят, вот чиновники, которые заказывают мне, они не всегда дают даже разрешение выставить свой портрет или показывать его в каких-то альбомах. Они делают это для семьи, для потомков. Портрет, пожалуй, единственное, что останется в истории человечества. Ко мне как-то пришел один эстонский еврей и сказал, что вот Никас, я очень богатый человек, но я очень болен, и я решил детям оставить что-то настоящее, вечное. Ну что, оставить им дом, они переедут, машины гниют, деньги, кризисы, дефолты, и я решил им оставить свой портрет. Пусть смотрят и равняются. вот, и кто еще написал. Мне осталось месяца полтора, месяц. Успейте, я говорю, успей. Он получил портрет, прожил он лет шесть с половиной, позвонила жена его, вдова уже, сказала, вот, Володя не стал, Никас, он к вам очень хорошо относился, и вот мы благодарны вам настолько, вы даже не представляете. Мы смотрим на этот портрет и с ним советуемся. Когда у нас какое-то семейное решение, а его уже нет, но мы видим, что портрет нам дает ответ на наши вопросы. Поэтому мы умоляем, если вы будете в Таллине, остановиться только у нас, останавливаться. Даже если нас нет, вам дадим ключ. Вот так портрет остается в истории, и людей нет, а энергия все равно присутствует. По поводу энергии, у меня была выставка в Оренбурге лет пять уже назад. Время летит быстро. Ну, в общем, последний день выставки, завтра закрытие, вот, на ночь опечатали двери, включили мониторы, утром проверили, а там летают шары по залам. Вот ночного видения эти мониторы, зафиксировали из картин вылетающих, и они потом дали в интернет, это государственный серьезный музей, вот, так что я думаю, что в работах есть энергетика, но не совсем даже то, что я привношу ее, когда я начинаю, я молюсь, заканчиваю с молитвой, а еще и люди, конечно, основной это людской такой приток энергии, которая поступает на предметы. Я видел фильм BBC, там, про пирамиды, в одних пирамидах летали такие шары, похожие, в каких-то нет, вот, живые пирамиды, как живые картины, поэтому энергетика, особенно журналистов, в картинах особенно важна и нужна, поэтому я прошу вас всех прийти на выставку. Добрый день, меня зовут Кристина, первый курс, у меня к вам такой будет вопрос, вообще в вашей профессиональной деятельности возникали такие проблемы, когда кажется, что вообще выхода нету и это все, это провал, и если такая ситуация была, то расскажите, пожалуйста, нам про нее и вообще сумели ли вы найти выход в ситуации, спасибо. Вы знаете, журналисты все знают, что нас не убивает, делает сильнее, нет таких безвыходных я, когда был маленьким, мне было лет семь, нет, было, наверное, лет девять уже, наверное, потому что в семь лет я еще по слогам читал, я прочитал кодекс самураев, я не понимал тогда, в чем смысл, только позже, как когда-то я начинал Гесса в 14 лет играя в бисер, я не понял, все говорили модно-модно, но понял я только в 30-35 лет, и одно было из высказываний самураев, если мучаешься между смертью, кодекс самураев, мучаешься между смертью и жизни, умри, вот, я никогда не мучаюсь, там еще если я занял деньги у кого-то сделаю себе харакири, я никогда не занимаю денег, ну и так далее, там много таких высказываний, цитат, которые очень интересны для понимания человеческой суть, которые апробированы тысячелетиями, я думаю, что кризис всегда бывает, кризис жанра, кризис, обидно бывает, что вот ты делаешь все вроде бы для людей, занимаешься благотворительностью, участвуешь и ездишь, летаешь в разные страны, в Америку против наркотиков, Чак Норрис приглашал там, когда продали аукцион, был Буш, и когда мы встретились с Владимиром Владимировичем и с Бушем, это было в Мариинском театре, он говорит, Лаура, Лаура, Никас, Владимир Владимирович говорит, Никас, а вы знакомы? Владимир Владимирович, ты давно еще по Америке. Вот, это была акция благотворительная, и он вспомнил, что «Картина моя продалась», папа римский в 90-м году, вот, попросил не он, но его, сподвижники поучаствовать в выставке против дистрофии в Африке, он тоже давал мне золотые четки какие-то необыкновенно интересные, ну, и такую грамоту, и одна дама заявила на всю страну, давая интервью в Собчак, что я никогда не занимался благотворительностью, вот это, видите, и становится обидно, как это так, ты всю жизнь занимаешься, я недавно вошел в книгу Гиннесса, вот, за страхованным пальцем своим, оказался, палец самый дорогой, за всю историю страховки, 150 тысяч евро, но я, я, когда они пришли, говорю, ребята, вообще-то у меня есть в творчестве другие достижения, например, я, вот, самое большое количество картин, находящихся в музее, за последние, там, 5-7 лет было приобретено более 100 картин музеями государственными, в том числе и русским музеем, и Третьяковкой, и Эрмитажем, вот, говорю, самое большое количество благотворительных акций, сделанных мною, они вот сейчас считают, что где, когда, и вот с этими новыми вещами просто приятнее попасть в книгу Гиннесса, хотя это всего лишь такая условность. Вы знаете, здесь вопрос не в том, чтобы быть лучше, вернее, не лучше, не то, чтобы быть заметнее, быть более, так сказать, такой, востребованной, наверное. Здесь вопрос стоит профессионализм, который ты делаешь для себя. достижение любой цели нужно не любым путем, а нужно совершенствоваться, все время совершенствоваться. Вот я давал позавчера интервью по поводу сетки лавы от Зураба, которого не стало. И я вспомнил наши беседы, как он рассказывал, что сегодня не идут люди в оперу, а идут в эстраду. В семье хорошие данные, они понимают, что в опере надо несколько лет разрабатывать вокал, а в эстраде три месяца, два месяца, мы знаем результаты этих, так сказать, плодов. И идут на эстраду, и это дешевле, вернее, быстрее, больше зарабатываешь с этого, меньше средств тратишь, естественно, и с этого больше зарабатываешь дивидендов, себя больше узнают. Опера все-таки требует такого очень усердного такого труда, и вот те, кто постарше, они прошли более сложную школу, чем сегодня проходят молодые люди. Сегодня все как-то более поверхностно, что ли. Но есть профессии, которые не имеют права быть поверхностным, и журналистика относятся к ним в первую очередь. Это ученые, которые разрабатывают врачи. Вот знаете, меня лечили многие врачи, и только один доктор, а я уже готовился ехать в Швейцарию, это был такой спор между швейцарцами и немцами, у кого я буду лечиться. Швейцарцы говорят, у нас лучше, мы более дотошны, мы вам поковыряем, все найдем, все смонтируем вам эти детали, нервы, мышцы, все-все. Немцы сказали, что нет, это не совсем так, но в результате я пришел в госпиталь перед поездкой в одну из этих стран, и главврач сказал, у вас простая рожа есть такая в простонародье. Вы видно, когда порезались, вы внесли инфекцию, а меня лечат лекарствами дорогими, меня колют, это 4 месяца было достаточно мучительный процесс, это рабочий палец, я им работаю, правда, работал, он просто плохо двигался, в этой профессии тоже нельзя быть халатным, нельзя быть поверхностным, вот, в искусстве, наверное, есть много лазеек, мы знаем перформансы, инсталляции, разные акционистические моменты, которые также освещаются журналистами ярко и широко, что, в общем, не совсем, наверное, должно быть, ну, и пиарит именно журналисты этих часто непонятных деятелей, возьмем девочек, которые вошли в храм, которые сейчас снимаются в Голливуде, получили по 20 миллионов за свою акцию, вот, американцев, это и человек, который забивал свои причиндалы к брусчатке на Красной площади или поджег, это не искусство, это, знаете, это шок для людей более-менее образованных. Я вспоминаю один фильм английский, там человек, он имел Генри Мура, такой скульптор очень известный, такой он немножко абстрактный, но очень известный и очень дорогой. Ну, в общем, он разорился и хотел продать ее, эту скульптуру, а у него была служанка, которая была на него чем-то обижена, и она видела, как он ей дрожит, не понимая, что это такое, украла ее, чтобы потом увернуть, когда он придет к ней с извинениями. А у нее был брат такой, хиппи, он увидел у сестры сатуэтку, взял ее, вот, она стоила там 5 миллионов долларов, оригинал, и страхована была на эту сумму. Он пытался ее продать, вот, за 5 фунтов, за фунт, все говорят, да иди ты с этой болванкой, и он ее выбросил на свалку, она никому не была нужна. Ну, фильм поссорен вот на этой истории, я хочу сказать, что иногда есть вещи, которые ценные, и они сразу обнаруживаются. В искусстве, вот, я считаю, должно быть то, что чем-то мы восхищаемся, вот это может быть даже шедевром, чем-то, что-то нам очень нравится, это может быть очень талантливое. И когда нам начинают долго и нудно объяснять, вы не понимаете, что король не голый, а просто вы не видите некое, это, конечно, часто бывает шарлатанство, поэтому и в искусстве надо воспринимать от души. Но часто журналисты не имеют как бы вот скажем, поиск жанра, они ищут тему, а темы нет. Тогда они начинают искать вот сколько там, чего, кого. Это уже становится таким бульварным и мало вкусным. Журналист это все-таки некий философ, который должен понимать больше и знать больше, чем другие. Он учитель, как мы говорили в начале, он показывает человека простого рабочего, который вот отдает как стахановец свои силы и кормит семью, врач, там, учителя и так далее. Вот показать в этом красоту и чтобы люди хотели стать врачами, стахановцами, художниками и так далее. Вот я сказал, что я не думал, что я буду художником, я очень много занимался. Я получил диплом, потому что я понимал, что надо. Потом я учился на дизайнера и думал, что вот надо освоить эту профессию. Я все время не понимал, что я хочу на самом деле. И уже участие достаточно неплохо в живописи я преуспел. Я во сне увидел себя, как я гуляю по галерее, где висят картины мои, которых в реальности я не написал. И со мной какой-то дед. Этот дед все время делает замечание, я где-то соглашаюсь, где-то с ним спорю. В какой-то момент я оборачиваюсь, деда нет. Я поднимаю голову вверх и вижу это Леонардо. Я кричу, Леонардо, куда ты? Он молча бросает мне шар, я его ловлю. Я проснулся, я понял, что я художник. До этого я видел себя кем угодно, летчиком, пиратом, поваром, но я не видел себя художником во сне. как я только почувствовал себя. Я уехал в Загоровск, взял академику, уехал в Загоровск, стал изучать иконопись, потом я вернулся, закончил грековское, потом я суриковское, но у меня в 85-м году появилась возможность выезжать за границу. Я поехал туда и заработанные деньги я стал тратить на изучение старых мастеров. Я ходил в музеи, в частные галереи, коллекции и студировал, студировал, в Голландии, в Италии, во Франции. Потом эти холсты, которые накопились, рулоны, я использовал у моей сестры много кошек, штук 20 кошек. Я был очень возмущен, потому что я вижу, что ей не хватает денег на жизнь, мне приходится больше ей давать, так как я всем братьям и сестрам помогаю, я, конечно, расстраивался, что мне приходится кормить еще и животных ее, две собаки. Ну, один сказал, слушай, ну, старая дева, ну, что ты к ней так придираешься? Говорит, у нее и так жизнь, в общем-то, не удалась, молодая, красивая была, все выбирала, выбирала, так что тоже советую не выбирать долго. Вот, а потом осталась одна. И вот стал заниматься божественным таким промыслом, собирать кошек, всех, кто выбрасывает. Я стал смотреть на кошек, и мне они показались очень любопытными. Я стал их изучать, зарисовывать, а потом вот эти холсты вот с этих портретов старых мастеров. Я стал вписывать туда этих животных, и они приобрели человеческий такой, какой-то образ. И это стало и поучительно, что мы называем их меньшими братьями, животных, в то же время с удовольствием хлопаем, едим, убиваем, стреляем. Вот я летел в Петербург из Москвы и взял журнал «Рыбалка и охота». И там на обложке олень, такой красивый олень. И говорит, вот олень, какая красота написана. Внутри расписано, как его можно убить, какой винтовкой. Это какое-то кощунство. одно показанное, тут же доказывается, как этому надо легко уничтожить. Вот охота и там мы-то вообще санитары, а вот браконьеры негодяи. Вот они действительно виды уничтожают, которые в Красной книге, а мы-то убиваем то, что положено. Мы наоборот их спасаем, мы даем возможность африканцам деньги иметь, чтобы они могли заниматься туризмом и так далее, и так далее. А нельзя просто дать денег, не убивать. Я думаю, в животном мире так все сложно и просто, что они сами разберутся. Не надо ни браконьерам, ни охотникам их трогать. мы видим, как появляются какие-то муравьи или комары в какие-то периоды, в каких-то их нет, что-то появляется, что-то исчезает и так далее. Там все в природе достаточно гармонично, как в космосе есть хаос, то есть антихаос, ну, естественно, от этого возникает гармония. Мне задали вчера вопрос, по приезду вопрос задали по поводу нравится ли вам Казань. Это было так сделано, знаете, с ухмылкой. Современный Казань, вот вы не были несколько лет, вы знаете, мне нравится Казань. Нравится Казань, но не хватает маленьких деталей. Вот на Западе строят парк и пускают людей, чтобы они ходили там, где им удобно. И когда видят протопанные дороги, протоптанные, на этих дорожках делают асфальт. Вот в городе эклектика всегда существует во всех больших городах. Я вот живу в доме Щусева, Щусев это как Корбюзье, он построил Казанский, Ярославский, Белорусский, он построил Москву, гостиницу, Мавзолей самая известная, Щусев, вот это конструктивизм, который хотели снести, но Льепа, которые жили в этом доме, и жители собирали письма, чтобы это сохранили. Тогда достроили три этажа, и реконструировали, укрепили этот дом, и напротив дом, дом композиторов, тоже три-четыре этажа построили. Поэтому всегда существуют какие-то изменения в городе. И вот нужно наверное пригласить может быть какого-нибудь западного дизайнера, который бы смотрел на это немножко отстраненно, и смотрел на это как некий вот калаш, как калейдоскоп, а потом поставил какие-то детали, как это сделало вот в Баку, не помню, это известный архитектор, может вы напомните, архитектор Зархи, по-моему, как-то и он поставил вот эти такие типа два банана, и все, и город заиграл. Вот нужно в Казани возможно вот такого архитекта поставить одно-два здания, которые бы сразу заставили двигаться этот город, чтобы он ожил. В нем все есть. Здесь есть хрущевки, здесь есть здания старой постройки сталинские и царские и так далее, и так далее. Но иногда не хватает какой-то творческой руки как бы взгляд из космоса, где ты добавляешь пару деталей. Вот я иногда пишу из сна, я не понимаю, почему этот сон навязчивый лезет мне в голову, что пока я его не перекину на холст, я не успокаиваюсь. И потом вот я вижу, что работа не живет. И тогда проходит какое-то время, снится еще какой-то сон, или что-то мне кажется, надо добавить две точки. и вот их добавляешь, и начинается движение этой картины, она начинает жить. Вот у меня был такой лес, я рисовал потрясающий лес, но он был мертвый. Красиво написано все в гиперреализме, буквально все-все. И вот пока я не нарисовал маленькую красную точку на этой зелени, и все ожило. Вот сразу картина стала привлекательной. у меня была одна работа, тоже была такая интересная работа, мне приснился сон, я его перевел, назывался сон той ночи, когда звезда упала с неба, убила человека. Это был такой почти как экспрессионизм. И люди, когда видели клиента, нравится работа, как называется? Я говорю, сон, когда звезда упала с неба, убила человека. У вас есть что-нибудь другое? Я убери концовку. И вот как только сон той ночи, когда звезда упала с неба многоточия, первый клиент, который заинтересовался, сразу купил. Он говорит, а что дальше? Я говорю, сами подумайте. Хорошо, сказал. У меня есть такой Гуцериев, клиент Михаил Гуцериев, Сафар Бекович. Вот он приходит иногда покупать у меня картины. Он говорит, как называется? Я называю, говорит, принцип связан с его творчеством, если ему это идет близко. Давайте вопрос, простите, я... Я тут. Пожалуйста. Камила Закирова, третий курс. Вопрос как раз из области истории с вашим пальцем. Дело в том, что палец и самый дорогой палец в мире это все-таки достижение на сегодняшний день, и о нем не будут думать через сто лет. Будут, Мой палец, не ваш. Но дело в том, что вы собираетесь открывать собственную студию и обучать новых художников. Возможно ли, что вы таким образом думаете уже о более интеллектуальном и более длительном наследии своего творчества? Спасибо. Вы знаете, вот когда я готовлюсь на встречу с каким-то королем или президентом, я готовлю много материала материала и уже знаю о нем все. Мне надо только сделать какие-то легкие наброски, чтобы понять основную суть. В процессе рисования я не заставляю людей сидеть статично в некой позе по полчаса. Я вчера был на спектакле скинзу. Я все время кинза называю. Он поправляет переводить. Не кинза, это трава такая. А он кинза. Гинза. И мы сидели на спектакле. Мне кажется, он тоже скучал. это пиковая дама. Вот. И на сцене стояли фигуры. Я думаю, как они долго стоят. Ужас. Они потом ожили эти фигуры. Они были как будто это статуи в парке. Вот я так не позволяю мучиться своим клиентам. Я с ними общаюсь. Они двигаются, разговаривают, зевают, спорят. Вот характер, выявить характер. Все остальное я уже знаю о них. я просматриваю много материала. Это по поводу пальца. Дело в том, что я сказал вам как просто некую смешную новость, такую, чтобы вас развлечь. У меня, во-первых, я преподаю в Ульяновском университете много лет уже. Во-вторых, я курирую школу в Ульяновске, которая носит моим гимназию в Димитровграде там же школа детская, которую я сейчас открываю. Такой вот музей и творческий такой как бы центр хотели открыть и, наверное, откроет. Там какие-то силы политические стали. я туда вошел во Владимире, но там тоже предложили открыть такую школу и иконопись, и творческий центр. В Ульяновске открывает Морозов Сергей Иванович тоже центр творческий, который я буду также курировать. В Абу-Даби шейх Абу-Даби попросил открыть такой центр. пока в Дубае наверно тоже. В Японии предложили, не в Японии, в Китае предложили открыть такой там есть комплекс в виде лувра. И вот одно из зданий будет тоже таким школой, музеем, студией и так далее. Таких центров они не все пока реализовываются, но оно как бы все равно идет в разных направлениях. поэтому наверное если мы будем дальше общаться с Казанием и у нас будет возможность здесь открыть какую-то художественную школу или центр современного искусства, который я могу курировать или поддерживать, помогать. Я занимаюсь очень много благотворительностью. Моя мама говорила, когда вырастете, заработаете три копейки, одну отдайте на благотворительность. это тоже некая благотворительная акция, как и сегодняшняя наша встреча, она тоже является некой процесс поучительный. Понимаете, наверное, вам приятно сидеть и с блестящими, и со скользящими, еще какие-то там есть группы. Я не всегда их понимаю, как они выглядят. Я однажды летел с какой-то такой группой, и подошел их продюсер, сказал, вот, он их аж везет. я, честно говорю, я не знаю таких, когда мы приехали в Домодедово, куда-то, не помню, в аэропорт, там стоял длинный линкольн, вот, там убеждались музыкой, на них, на машине были плакаты, они вышли в эту дырочку, вылезли все, их снимали все, но я так и не понял, кто это, но они какие-то известные. Вот, есть случайные, а есть вечные, понимаете, понятия искусства, а журналистика, я говорю, может перейти в искусство, если ты занимаешься и серьезно, и ты можешь преуспеть в этой профессии. Я говорю еще раз, я никогда не хотел быть известным, я хотел быть просто профессионалом, и я хотел быть вот как бы моряком, но я понял, что это не совсем мое, я ушел. И когда я понял, что я состоялся как художник, я уехал, как я вам сказал, в Загорск и посвятил вот этому всю жизнь. Я много делал ошибок, но, как сказал Скоро Альт, ни один человек не богат настолько, чтобы искупить свое прошлое. Я имею в виду, я делал какие-то творческие процессы, которые были смешными, вызывающими, но я пытался, я искал, во всяком случае, я не стоял на месте. Я был бит, я получал дивиденды с этого, но вот все время происходили какие-то исследования в области живописи. Я создал направление Dream Vision, если бы этого исследования не было. Dream Vision — это ну, нечто в стиле импрессионистов, вот, которые тоже, кстати, они хотят ввести в книгу Гиннесса. Поэтому вот на суд я предлагаю посмотреть мои работы на выставке музея, они тоже разные, работы разных периодов, но там видно поиск, это все мои работы, я их сам делал. Я не люблю работать в одной манере, я не люблю общаться с одними людьми, только одной профессией, с художниками или там, актерами. У меня разные, от врачей до слесарей, я общаюсь с интересными людьми. Вот аудитория, которая здесь находится, она очень интересная. Я вижу очень умные, ожидающие чудо не только в замужестве, но и чудо в жизни, в профессии. Я помню, фильм такой играет Баталов уже в возрасте, идут они по набережной в Неве, молодая девушка, по-моему, журналистка, спрашивает у него, простите, а вы летаете во сне? Он говорит, раньше летал, а сейчас все как-то прыгаю, прыгаю. Вот, понимаете, в искусстве, во всем, любом искусстве и журналистике нужно порыв, стремление, желание и не останавливаться, а всегда гореть, всегда испытывать вот этот драйв. Если он пропадает, ну, тогда надо уже, как говорится, готовиться не то, что к стене вавзолея, но просто надо как-то уже чувствовать, что надо профессию сменить. Когда вас учат чему-то, и вы это не испытываете, внутреннее желание, все равно надо это изучить, оно пригодится. Я всегда думал, что армия мне помешала, вот, она отняла у меня два года, я помню, как капитан, такой, Валюхов вылавливал мои деяния, то есть ехал 45 километров, ночью не ленился, чтобы поймать меня, как я рисую во время дежурства. Я служил в ракетных, шахтный вариант, телефонистом, работы ночи было немного, и я рисовал. вот он вылавливал меня, значит, как гестаповец, поднимал наверх, поджигал костер, сжигал мои картины, вот, и готов был меня расстрелять, но в конце, когда уже все сгорало, он успокаивался и говорил, я из тебя сделаю солдат. Вот. Сейчас, наверное, жалеет, что она в этой картины. Ну, я все равно, я все равно не жалею, это тоже полезно, во-первых, я был влюблен в девушку в Ростове-на-Дону, и она была старше меня и была очень жесткой, я понимал, что она не совсем для меня, а не мог ничего с собой сделать, вот мучился, как магия, и вот армия меня спасла, я отошел, а так бы я, может, жил в Ростове где-нибудь, а может, уже и не жил. Нет, но все, все должно происходить, в мире ничего не происходит просто так. Вопрос? Ну, а дело в том, что мы уже час вещаем, у вас дальше следующее мероприятие, если вы не против, все-таки еще один вопрос успеем задать. Так, у кого микрофон, как раз давно хотел девушку, пожалуйста. Женецко успеем. Здравствуйте, меня зовут Корзин и Майя, первый курс, я хотела бы вас спросить, чье мнение о вашем творчестве для вас является авторитетным и важным, к чему вообще прислушиваетесь? Спасибо большое. к своему мнению в первую очередь. Знаете, вот есть профессионал и есть любитель. Вот мне нравится это же, я испытываю от этого удовольствие, когда любитель смотрит на свою картину и говорит, мне так это удалось, я так рад, она мне так нравится, я прям хожу и не могу насладиться. Я вот всегда недоволен своими работами, я всегда испытываю, что что-то не сделано, вот к ним критическое отношение и это нормально. Что, кто может оценить? Только история, только зритель, не вот этот искусствовед, который может быть как бы неудачный художник, который пошел громить всех и всяк, а тот, который осматривает тебя объективно, таких очень мало, но зритель, вот простой зритель, он мне ближе, вот это для меня, когда я читаю в книжке, как искренне люди пишут, кто-то там помолился, кто-то назвал ребенка моим именем, кто-то изменил свою жизнь после сюжета какой-то картины, вот ему не хватало какого-то вот точки отправной, чтобы он поменял что-то в себе, в своем, вот в своем мире, но наверное, вот это, а критика, ну что, художники, они же никогда не бывают довольны кем-то, понимаете, они могут довольны собой, наверное, быть своим, своим творчеством, кажется, это вот они должны быть на твоем месте, но почему-то вот, и поэтому они стараются что-то придумать, наверное, только зритель может по-настоящему и история, Брейгель, Питер старший, гениальный, его покупали, и кто покупал, их считали сумасшедшими, и даже когда он умер, когда хотели кого-то упрекнуть из художников, то говорят, ну ты как это идиот, этот Брейгель, а потом его забыли на 250 лет и когда достали в 19 веке и поняли, что он гений. Вот в искусстве должно пройти время и критика только ты можешь сам себя съедать, но ты часто бываешь и субъективным. Я иногда смотрю на свою работу посторонним взглядом через много лет и думаю, да не такая плохая работа. Вот мне подарили уже на два дня рождения мои ранние работы студенческие и там столько импульса, столько энергетики, столько вот таких каких неожиданных находок. Сегодня я все рассчитываю, я понимаю, что это вот должно в этом углу быть, этот вот свет такой должен. А там это делалось по наитию и делалось очень ну как бы интересно. Вот я сейчас ранее работаю, выставляю на аукционы в галереи и вначале я говорю, да возьмите, да возьмите, возьмите. но они так стали брать сильно, что я решил продавать их. И сегодня я уже поднял по 25-30 тысяч евро за такие вот мои ранние работы. Я понял, что они ранние и в общем-то уже невозможно их вернуть в эту вот свою энергию. Вообще любая работа другая. Я когда дарю или продаю, я думаю, это я напишу еще лучше. А не получается. Все меняется со временем и ты уже не можешь вот эту внести энергетику в эту же картину. когда вот говорят Мунк 4 работы Крик и все гениально. Нет, конечно. Я думаю, что только одна. Вот Малеевич, он действительно, он, когда ему задали вопрос, вы можете сделать копии черного квадрата? Он говорит, что с ума сошли? Я 8 лет ее писал и за ночь нарисовал еще 6 квадратов и подписал вторым годом, а рисовал в 24-м году. Это тоже как бы такой непростой момент. Вопросы? Спасибо. Давайте еще вопрос, а потом вы должны определить, какой вам показался интересный. Все. Ну, пожалуйста. Здравствуйте, меня зовут София. Я, кстати, тоже из Ильяновска приехала учиться в Казань. У меня такой вопрос. Как ваша мама повлияла на ваше творческое развитие? Какие советы мамины помогли вам пойти вперед? Спасибо. Молодец. Вот я так чувствую будущую мать многочисленного семейства. Своим примером только мама ссыльная литовка из Поневежеса. Их сослали до войны в 1939 году. Мои родители достаточно возрасте на мужа в общем-то. Раньше студентам мы говорили старик, идем на пляж или пивка попьем. Сегодня я уже думаю сказать ли старик к своему приятелю. Это будет восприниматься по-настоящему. Но мама была очень милосердной женщиной. Она была медсестрой при детской больнице. Она приводила к нам каких-то детей, кормила давала нашу одежду. очень переживал, ревновал. Как это такая любимая одежда. Пусть залатана, но я ее так люблю. И вот она как-то своим примером вот она говорила вот вы вырастите, женитесь, проживите лет 20-25 и решили разойтись. Найдите ту фуфайку, в которую вы пришли и уйдите. Заработайте все снова. Поэтому мама давала такие советы очень мудрые, которые у меня всю жизнь прошли через мою жизнь. И она ничем у нас как бы не заставляла. Я хотел мореходка, говорит, ну, пожалуйста, беспокоилась, молилась, переживала. Я уехал мореходку, потом я сказал, что я хочу быть художником. Она сказала, ну, если ты хочешь, конечно, вот там. Она хотела, чтобы мы были честными, порядочными, чтобы зубы чистили утром, вот, не воровали, не думали плохо о других, никому не завидовали. Нормальные вещи, помогали. Когда будете зарабатывать сами, помогайте другим. Я это делаю достаточно давно. Поэтому, так сказать, я вспоминаю о ней с уважением. Я сейчас вот написал ее портрет. я мучаюсь с названием, там, деревенская Мадонна, но вроде она не деревенская, хотя родилась в деревне там под Поневежесом. Она прожила всю жизнь, в общем, в городе, в Ульяновске. Вот какая-то такая тема, название. Это женщина такая вот в платке, вот, только в черном, как у вас, только в черном, по-другому. И вот руки сложила так. Поэтому вот, наверное, мама является основой. Когда мне тяжело, молюсь, чтобы ангел и ангел моего папа пришли, помогли моему ангелу, чтобы... Обычно это работает. Еще вопросы есть? Да, у нас в Белтовске уже все сроки горят, а у вас уже через процент будет безумное приятие. Только если... Знаете, мне... Во-первых, мне очень нравится этот зал. Кто-то ждет короткий ответ? А вы знаете, я хочу сказать, что в зале есть энергетика. Есть такая мощная энергетика. Вот от этого фотографа, профессионального журналиста, который задал вопрос. Он все время как раз что-то отвращивается, я все время жду от него подвоха. Задал так, достаточно скромный такой задал вопрос по поводу есть ли у нас деятели из Татарстана известные. Я пишу разных людей. Я пишу людей, которые состоялись. Тех, кто является профессионалом. Вот это тоже очень важно для достижения. Не надо писать только за деньги. Я, наверное, дорогой художник по сравнению с другими. Я продаю по 300 и по 500 тысяч, по миллиону на аукционах в Гонконге. Продали 985 тысяч. Но я с удовольствием пишу людей бесплатно в подарок, потому что это медсестра, потому что это врач, потому что это человек что-то сделал военный для нашей страны, спас ребенка или там в Афганистане. Не все они даже заявлены и не всех принимал президент и не всем дал награду. Но когда я слышу историю, я становлюсь соучастником этой истории. Мне хочется как-то отметить через творчество этого человека, потому что у меня есть серия портретов людей из народа, скажем. Я, конечно, не ищу по разным подвалам бомжей, чтобы нарисовать. Это уже этап прошедший. Мне уже не хватает времени. А вот может ли вы доярку? Могу, если она доярка сделала что-то очень хорошее для коровника, для своего села, и на гора дает молока вкусного, хорошего, без химии. Но это все уже случайности. Но никто не интересуется человеком, кто ищет миллион, но всем интересен, кто его нашел. Мне также интересны люди, которые нашли свой миллион. и не только потому, что они богаты. Это может быть военный, я дружусь с шаманом Владимиром Анатольевичем, замечательный человек, профессиональный. С Бакири, Лео Бакири, я делаю с ним акции. Я перед операцией и после операции делаю мастер-классы для детей, которые готовятся или реабилитируются. Он очень ценит это. У меня такая доска Софи Лорен, я, Светлана Медведева, три деятеля, которые отмечены в этой онкологической... Нет, это центр, Бакулевский центр. И вот эти люди для меня интересны, и я их тоже оставляю в истории своего творчества. Давайте Блиц пять вопросов каких-нибудь, три. Вот задняя девушка красивая. формулируйте так, чтобы можно ответить. Да, думаю, считаю. Только быстро формулируйте. Меня зовут Маликова Элина, я студентка первого курса. У меня к вам такой вопрос. Откуда вы черпаете вдохновение? Блиц такой. Попробуйте вас скажут. Я бы ответил, что с такой красивой девушкой можно подчеркнуть много вдохновения. Я еще приглашаю по ужинам. Кого из вышедших знаменитостям, возможно, политиков за последние 10 лет вам больше всего не хватает? Вы знаете, из политиков, кого мне не хватает, я дружил с черномырдином. Виктор Степанович и его харизма. Однажды я был с ним в бане, и я понял, он так вкусно и красиво говорит, но только надо все время использовать русские слова. И я понял, что когда ему он вынужден их отрывать, у него получалось получался такой каламбур. А так он все логичное. Я встречался с Фидель Кастром, но не то, что мне его не хватает, но просто эта личность, которая является, и жалко, что ее не стало, потому что он как-то держал такой мир в таком необыкновенном интересе к себе. О нем покушении, вы знаете, сколько было, более тысячи и так далее. Но вот наверное Листьев Влад, с которым я дружил, вот не хватает, мы до последних там за три дня встречались с ним, тоже ваш коллега, разные люди. Не хватает не мне, а человечеству, России, Лихачев, академик величайший, вот настоящий, глубокий, очень пронизанный, наверное, Ростропович, мой приятель и сосед, друг. Потом есть был такой Петерим, который должен был стать патриархом, он служил в церкви рядом со мной, Петерим, может быть, знаете, такой седой красивой бородой, вот, ладыка, ну вот, наверное, таких людей не хватает. Екатерина Гальчева, второй курс, вы очень много говорили сейчас о снах и, как понимаю, продаете им очень большое значение. Скажите, пожалуйста, когда вы были только на своем пути становления, как художника, придавали ли вы им такое же значение, как сейчас? Спасибо. Я сны не запоминал, как все, пока это не стало моей профессией и я прочитал о Наполеоне, у Наполеона как бы в голове был шкаф и в каждом шкафу были полочки, вернее, в этом шкафу были полочки и он мысленно открывал полочку и доставал какое-то дело там, любовь, интрига, политика, война и когда он ложился спать, он мысленно закрывал створки и засыпал тут же. Я пытался, но у меня все время выскакивают шкафчики, не могу заснуть, в общем, всю ночь. Но у меня появилась вот эта история, когда я сплю, я знаю, что вот этот фрагмент мне надо запомнить. У меня сон сиявит, как Dream Vision, я чувствую, что это мне пригодится потом, когда я и не то, что я проснусь, вот я знаю, что мне это нужно запомнить. Я просыпаюсь, я четко это помню. Я помню, проснувшись пять раз, все там пять или семь сюжетов, которые потом я вписываю в картину. Они вот фрагментарная память такая какая-то, которую я помню, когда я был маленьким, мне было семь месяцев, моя мама кормила меня молоком и резала яблоко. И внутреннюю часть она готовила Лешу, моему брату, трехлетнему, а кожуру жадно съедал мой брат, шестилетний Толе. Я хотел кожуру почему-то вот. Я вспомнил об этом, когда моя жена родила, и мы жили в Италии, она итальянка, она легла, я прилег, как-то попал на ее грудь обнаженную, и была капелька молока, я его слезнул и заснул, задремал, и вдруг я увидел вот это воспоминание, как я был маленьким, вот такие вещи приходят фрагментарно, там, как я машину останавливал в три года, и такая красивая трофейная немецкая, было жарко, мама стоит около, капуста очищает листом, женщина такими яблоками, огурцами, вернее, платье зеленым, с девочкой в красном платьице, у колонки качает, и машина едет, и мне три года, и я в шортиках, и она едет ко мне, а я говорю, не пущу, он туда, я говорю, не пущу, и он поехал по мне. Вот вся жизнь моя фрагментарная, вот эти детали для меня очень важны, и поэтому я их, конечно, теперь помню, потому что это как писатель помнит то, что нужно для его рассказа, он всегда фиксирует, всегда живет этим. Так, Вито, первый курс, вы рисуете для себя, получаете удовольствие, или рисуете для общества, чтобы передать им какую-то информацию, которую невозможно передать словами? Вы знаете, для себя, наверное, пишет только сумасшедший, я не знаю, или алгун, который говорит, я пишу для себя, я пишу для людей, понимаете, я музыкант, я придумываю музыку, я писатель, я пишу рассказы для себя в стол. Нет, конечно, я пишу и рисую для зрителя, и я как бы отстраняюсь, я никогда не думаю о деньгах, я думаю только о творчестве, я молюсь, я сажусь как ремесленник, заканчиваю всегда как художник в конце, приходит так называемое вдохновение, у меня нет такого проблемы кризис-жанра, там, вот я мучаюсь, страдаю, как этот в мультфильмах каких-то, так вот, он когда бегает там, ищет вдохновение, нет, такого у профессионала не должно быть, всегда много идей, просто не хватает времени, как сегодня вот у нас, так что я пишу, конечно, для зрителя и оценка для меня важна, и еще раз вернусь, что оценка людей образованных, но которые не дотошные, вот, критики, для меня более важна, чем человек, который считает, что он специалист и разбирается, он часто может не заметить или наоборот увидеть то, что нет, а на самом деле это есть, ну вот, искусство, оно, как бы, принадлежит народу, то, что нас делает нацией, понимаете, людей нацией, когда есть искусство. Красивый очень оборот рецепр, я начинаю, как ремесленника, заканчиваю, как художник, почти, так, пожалуйста. Меня зовут Абдуллина Алида, первый курс, какие бы слова на путь вы можете нам сказать, чтобы мы стали такими же успешными, как и вы. Прям красивый финальный вопрос. Да, коллеги, поаплодируем, я вспомнил анекдот один, когда один еврей из Одессы приехал в Америку и через три года стал миллионером. и у него спрашивают, как вы стали миллионером за три года. Очень просто, я приехал, с одним долларом, у меня был один доллар, я купил на него яблоко в Нью-Йорке. Я продал это яблоко, у меня появилась возможность купить два яблока. Я купил два яблока и на них купил потом четыре яблока, продав их, потом восемь яблок, пока не умер мой дядя и не оставил мне сто миллионов. В общем, понимаете, что можно учить? Быть профессиональным, иметь какие-то ценности человеческие, не убей, не укради, вот все написано в Библии. Относиться к близким с уважением, никогда не завидовать. Завидовать только, когда ко мне подошел студент по поводу университета, сказал, профессор, когда я буду большим художником, я хочу быть похожим на вас. Я сказал, когда я был в вашем возрасте, я мечтал быть Леонардо да Винчи. Цели должны быть высокие, планка должна высокая. Не пытайтесь кому-то подъесть, съесть, в конце концов, все бумерангом вернется к вам. Вот то, что когда-то нас учили, мы не понимали, берегите одежду, смолоду, там, знаете, я бы сегодня все, что у меня есть, я бы заменил на любого из вас и сел бы на ваше место, посадил бы сейчас кого-нибудь из вас сюда. Давайте мы вот этой девушке, которой есть стремление, подарим приглашение на выставку. Кому? Вот который, сейчас последний был вопрос. Последний? Которая, девушка, которая задала про маму, конечно, тем более... Вы не сможете туда поверить. Брат никто не отменял, как здесь Блад все-таки Зульяновска. Вот, я хочу подарить книгу. Так, вам билет. Билет возьмите. А вам шли, да. Спасибо вам. Спасибо большое. Конечно. Спасибо большое, на этом мы завершаем. Возможность, наверное, если у кого-то есть желание получить автограф, мы говорим. Вы знаете, мне приятно, я думаю, что-то не одного часа беседы и встречи, мне приятно, что вы так легко и доброжелательно принимаете за то, что в ваших глазах искра Божья, за то, что вы чувствуете, что ваша жизнь только начинается и что у вас все будет хорошо. Вот, как говорится, ангелово-охранитель во всех ваших делах и начинаниях, а у вас их должно быть много. И я русский человек, ну так хотя бы по вероисповеданию, храни вас Бог. Я думаю, что у вас все будет. Главное, приглашайте таких людей, которые состоялись, не случайных, и слушайте, и читайте между строк, всегда найдете ответы. Поэтому вот какие-то вещи, которые нужно впитать, я бы сегодня очень много изменил в своей жизни. Я совершал столько ошибок, за которые мне стыдно, а я бы сегодня их не совершил. Папа, когда он приглашал меня к себе в деревню, он говорил одно и то же. Я уже знал все это наизусть. Я говорю, пап, мне надо губернатор, мне же воду тебе надо провести, там еще что-то. Сегодня бы я слушал его с удовольствием. Ну вот, родителей, родителей же моих нет, к сожалению, поэтому вот мы можем только жалеть о том, что мы не уделили, не отдали долг. Поэтому я желаю вам не повторять этих ошибок и жить с сердцем и с душой и с головой, с царем в голове и с душой, с сердцем, с Богом внутри. Спасибо вам большое. Спасибо. Субтитры подогнал «Симон»!